Привет, друзья! Добро пожаловать на второй урок, где мы будем выбирать 15-20 ниш для вашего бизнеса. И первый вопрос, который у вас наверняка появился еще на первом занятии. Костя, а где мне взять эти 15-20 ниш? И сейчас я вам продемонстрирую некий список, который вы можете посмотреть также по ссылочке в описании к ролику, где вы сможете взять и выбрать себе те самые 15-20 ниш. Начнем с определения, что такое ниша. Ниша – это четкое направление торгового предложения для конкретной целевой аудитории. Причем целевая аудитория должна находиться в каком-то конкретном регионе, будь то вся Россия или какой-то, например, город. То есть при смене торгового предложения или целевой аудитории вы меняете и нишу. Например, ниша А, допустим, ремонт котлов. В 2013 году для Москвы и Московской области – это не та же самая ниша, что и тот же самый ремонт котлов, или А, как здесь написано, в 2017 году для Москвы и Московской области. Хотя вроде бы все одно и то же, но даже если проходит какой-то промежуток времени, то меняется как минимум торговое предложение прямо на рынке. Не обязательно ваше торговое предложение. Торговое предложение определяется и диктуется не только вами, но и самим рынком. Прошу также не путать тематику и нишу. Тематика. Она может быть общей. Ремонт котлов, строительство бань, строительство домов, отопление. Ну, например, близкие все тематики между собой, но тем не менее. И есть ниши. Вот, пожалуйста, несколько примеров ниш. Ремонт котлов в Москве и Московской области. Ремонт котлов в Новосибирске. Абсолютно две разных ниши, потому что в этих нишах есть абсолютно разные конкуренты. То же самое относится к самому ремонту котлов. Можно ремонтировать газовые котлы, можно ремонтировать электрические котлы, а можно ремонтировать целые котельные. Основные параметры диктуются тремя важными аспектами. Аспекты отмечены синим цветом. Первое, это, конечно же, целевая аудитория. Кто она, как она выглядит. Мужчины, женщины, полувозрастная структура, их интересы, их запросы, их платежеспособность. Второе, это регион рекламирования. И третье, это торговое предложение. Из комбинации именно этих аспектов собираются основные параметры для поиска ниши. Хочу сразу заметить, что одни из основных параметров, это, конечно же, то, что отмечено фиолетовым цветом, средний чек самого товара, услуги и, конечно же, партнерские выплаты. То есть, какие деньги получите вы, какими частями и через какой промежуток времени. Также к параметрам относятся и региональные параметры. Конечно же, очень важен спрос в регионе. Также, если вы занимаетесь, например, ремонтом котлов, есть абсолютно разный спрос. Например, в Москве и Московской области и в Новосибирске. И также в региональности присутствуют предложения. Есть спрос, а есть предложение. Предложение – это ваши конкуренты. Конкретные региональные конкуренты могут представлять себя либо очень серьезных соперников, либо их вообще нет, либо они не серьезные. Также очень важный параметр – это, конечно же, сезонность. То есть, спрос не только в регионе, но и в определенный промежуток времени. И, конечно же, целевая аудитория. Потому что целевая аудитория в каком-то конкретном регионе, она своеобразная. У них могут быть собственные запросы, у них может быть собственная платежеспособность. Например, в региональных темах, естественно, средний чек ниже. Не всегда, не везде, но тем не менее. И если посмотреть на мою таблицу 2012 года, которая практически никак не поменялась за эти 5 лет, есть основные параметры, по которым мы определяем, хорошие ниши или нет. Первое – это маржинальность. Если маржинальность ниши больше 30 тысяч рублей, маржинальность здесь отмечена не только для вас, но и общая маржинальность. То есть, маржинальность и на вас, как на партнера, который приводит лидов, но и также на партнера, который производит услугу. То есть, общая маржинальность. Второе – это количество целевой аудитории. Большая или маленькая – все зависит от региона. Разумеется, чем в регионе больше спроса, например, по Wordstat, тем лучше ниша. Дальше. Расход денег на рекламную кампанию – это пример конкретный по директу. Разумеется, в каждом регионе может быть все по-своему. Это просто пример, на котором мы будем тренироваться и понимать, как работает ниша. Также прибыль. Это общая прибыль, которая может быть получена, если вы потратите какое-то конкретное количество денег, например, на директ. И пример. Итак, собственно, если разделять на маржинальность, маржинальность бывает двух типов. Либо она большая, либо маленькая. Большая маржинальность – это маржинальность, где с одной услуги или продажи услуги плюс товар вы получаете больше 30 тысяч рублей. Второй вариант – это маленькая маржинальность. Там, где вы с продажи услуги, либо услуги плюс товара получаете меньше 30 тысяч рублей. Второе – это количество целевой аудитории. И количество целевой аудитории может быть либо большим, опять же, в зависимости от вашего региона, и в зависимости от вашей ниши. Здесь нельзя точно сказать цифры, например, по Wordstat. Они бывают не всегда и подходят, и не всегда бывают правдивыми, потому что некоторая целевая аудитория, например, не спрашивает что-то в поисковых сетях, а интересуется только в соцсетях, например. То есть количество целевой аудитории можно почитать только по прикидкам. Либо количество целевой аудитории может быть маленькой. Но сейчас вы все, в принципе, поймете. Давайте переходить к примерам. Например, если маржинальность товара большая, и количество целевой аудитории большая, то, скорее всего, и конкурентов в этой нише довольно много. Да, нужно потратить денег на рекламную кампанию, например, 45-100 тысяч в месяц, и при этом получить прибыль 150 тысяч рублей-1 миллион, в зависимости от того, сколько вы потратите, какая ниша и так далее. Примеры совершенно простецкие. Это септики, это свадьбы, это строительство домов, строительство бань, даже строительство заборов, если вы строите больше, чем 40 метров погонных. Номер 2 – это ниши, у которых маленькая маржинальность, но при этом все равно большое количество целевой аудитории. Чаще всего это ширпотреб, это и товары, которые продаются в очень-очень больших количествах, либо это услуги, которые оказываются также в очень больших количествах. Это и продажи айфонов, и вообще любые интернет-магазины, которые продают товары относительно дешевые. И муж на час, и клининг. И здесь действительно нужно потратить денег на рекламную кампанию чуть ли не в 2 раза больше, чтобы получить прибыль, где-то в 2-3 раза меньше. Поэтому от второго типа ниш мы пытаемся отказаться. Я просто напомню вам основные принципы, которые мы преследуем. Первое – это только услуги. Мы сразу же отказываемся от того, что будем заниматься продажей товаров или просто их доставкой. У нас обязательно должна быть какая-либо услуга. Второе – это получение быстрых денег. Да, когда мы продаем что-то недорогое, мы, конечно, получаем очень быстрые деньги. Например, сегодня оказали услугу, завтра получили деньги. Но также мы можем и подождать, например, в течение 2-3 недель эти деньги. И, конечно же, наша задача – получить минимальный оборот средств в рекламу. И здесь самый лучший вариант, как показывает практика, все те самые ниши, в которых есть большая маржинальность и большое количество целевой аудитории. Но также не будем забывать о еще двух типах ниш. Это номер 3 и номер 4. Номер 3 – там, где у нас очень большая маржинальность и количество целевой аудитории довольно небольшое. Когда количество целевой аудитории довольно небольшое, это тематики очень специфичные. Это и прокладка оптоволокна, это и газификация врезка в трубу, это еще какая-нибудь… Это и автоматизация, например, банковских систем. Там, где действительно целевой аудитории очень мало. Ее может быть, например, в месяц до тысячи потенциальных клиентов. Но при этом и маржинальность там большая. Есть и еще один плюс в этих нишах – то, что именно на этих нишах обычно получаются самые крутые кейсы в любых бизнес-инкубаторах. Вы можете, в принципе, открыть кейсы любого бизнес-инкубатора и увидите именно эти ниши. Все почему? Все потому, что вместе с целевой аудиторией очень маленькое количество конкурентов. Поэтому и денег на рекламу нужно потратить очень мало. Но если вы совершенный профан, я, конечно, рекомендую вам начинать поиски ниш с номера 1. Потому что, во-первых, они все лежат на поверхности. Вы на них всегда смотрите и думаете, стоит ли запустить или не стоит. А ниши номер 3 лежат обычно очень-очень глубоко. Их нужно рыть и искать. Также в нишах номер 3, там, где большая маржинальность и маленькое количество целевой аудитории, из-за большой специфики нужен очень хороший специалист. И не всегда вы можете найти себе в партнерах хорошего специалиста. Поначалу. Ну а что остается по нашим остальным нишам номер 4, 5 и 6? Это первое. Маленькая маржинальность и маленькое количество целевой аудитории. В основном это ниши, которые очень хорошо продвигаются с помощью CPA сетей и прочих тем. Там, где вы никогда не задумывались о том, что мне стоит это купить, но это вам предлагают. И предлагают вам с помощью медийной рекламы. То есть не контекстного типа, когда вы вбиваете какой-нибудь запрос, а именно медийной рекламы. И такие рекламы довольно тяжелы для новичков. И когда вы идете в CPA бизнес, чаще всего вы попадаете на деньги. Просто потому, что вам предлагают какое-то конкретное предложение, оффер или торговое предложение, которое уже давным-давно всеми обкатано. Так как там, да, большое количество целевой аудитории, но при этом очень большое количество конкурентов, вам очень тяжело найти такой источник трафика, где еще не рекламируются конкуренты. И при этом цена выкупа за один товар, если вы знаете, что это такое, растет в геометрической прогрессии. И получается, что вы работаете в лучшем случае в ноль, а иногда в минус. Пятый тип ниш – это ниши-тренды. Это очень схоже с товарами, которые продаются в партнерках и в CPA сетях. И в такие ниши тоже очень сложно влезть, если вы не разбираетесь, если вы не понимаете, как работает схема появления этого тренда. Да, вам придется очень круто и много общаться с оптовиками. Вам придется знать, что товар есть в наличии, потому что если вы начнете тестировать и продавать какие-нибудь товары, но при этом их не отправлять, разумеется, вы просто будете с большими убытками. В общем, ниши специфические, и от этих ниш мы постараемся отказаться в рамках этого курса. И шестой тип – это абсолютно неважно, какая маржа, но ниши сезонные. Причем я до этого назвал заборы, и напомню, что заборы – это тематика, которая очень сезонная. Например, сейчас март, и начиная с апреля этого года сезон на заборы объявлен открытым. Он, естественно, продлится до конца августа, и в августе можно забывать о заборах. Зимой, когда лежит снег в вашем регионе, разумеется, заборы не строит никто. Итак, пройдемся по основным правилам, которые должны присутствовать при выборе ниш. Первое. Нишу нельзя выбрать навсегда. Вы либо ее смените когда-нибудь, причем я за свое время сменил довольно огромное количество ниш, либо вы смените целевую аудиторию, либо торговое предложение. Что, например, происходит в нише Яндекс.Директа, так как у меня одно из направлений – это маркетинговое агентство. Смена целевой аудитории происходит где-то каждый год, и смена торгового предложения происходит где-то каждые полгода. Нельзя стоять на одном месте. Все почему? Все потому, что со временем меняются и сами ниши, и сама целевая аудитория в них. Если вы застрянете на каком-то одном уровне, вы начнете рано или поздно получать убытки. И если вы посмотрите на более взрослых, старших людей, вы увидите, что у них именно такое происходит. Если они действительно следят за рынком, если они проводят анализ и понимают, как работает торговое предложение, если они работают со своей целевой аудиторией и постепенно ее либо меняют, либо просто следят за тем, что целевая аудитория куда-то движется, и движется вместе с ними, то у них все хорошо. Если они этого не делают, они начинают уходить в минус. Правило номер два. Новые ниши необходимо постоянно тестировать. Пришел человек, рассказал вам про какую-то нишу, повесили, не знаю, лендинг, объявление на авито, и тестируете. Никогда не доверяйте человеку, что тема работает 100% и вливаете туда 50-100 тысяч, которые, возможно, у вас вообще последние. Второе. Вложение в тест-нише, то есть на саму рекламу, должно быть не более одной выплаты с продажи, но не менее 10 тысяч рублей в общей сложности. Что это значит? Если одна выплата с продажи, например, у вас около 15 тысяч рублей, то вложения на тест в рекламу будут 15 тысяч рублей. Если вы получаете около 7 тысяч с одной продажи, то вложения на тест должны быть 10 тысяч рублей. Причем 7 тысяч и 15 тысяч – это те деньги, которые получаете именно вы, ваши партнерские отчисления. При этом надо понимать, что за время теста может прийти более одного клиента, то есть вы можете вложить, например, 15 тысяч рублей, при этом получить несколько выплат. Но открутить вам в любом случае нужно 15 тысяч рублей. Правило 3. Кроме получения заявок, важно, как и кто их будет обрабатывать. И второе, очень важно. Все вопросы, кроме выбора ниши, должны задаваться уже после подбора списка из 15-20 ниш, потому что постоянно у вас в голове крутится миллион вопросов. А что если именно из-за этого большинство людей отказывается от запуска той или иной ниши, и потом у других получается, потому что они не спрашивают эти дурацкие вопросы. И перед тем, как мы перейдем к теоретической части, к нашим слайдам, где мы будем разбирать по кусочкам нишу, я скажу так. Когда вы подходите к человеку и спрашиваете, какой бы нишей лучше заняться, например, ко мне очень часто подходят люди, говорят, можно ли заняться той или другой нишей, все, что я могу сказать, это будет основано на моем опыте или опыте моих знакомых, которые рассказывают, как бы получается сломанный телефон. То есть, например, мне рассказал один знакомый, одного знакомого и так далее, и так далее. И здесь возникает очень-очень много тонкостей. Как вы видите сейчас на экране, здесь может быть очень много подводных камней. Первое и самое простое, то что человек может, например, использовать какой-то такой вид рекламы, который недосягаем лично для вас. Например, он использует какой-то либо лендинг, сайт или еще что-то, то, чего нет у вас. Если лендинг еще можно кое-как скопировать, то сайт придется вам переделывать и делать под себя. Человек может использовать какой-то свой вид рекламы. Например, если человек возьмет и сделает качественно-контекстную рекламу, а вы, к сожалению, сделать этого не сможете. Исходя из этого, может уже поменяться, например, цена одной заявки. Далее идет совершенно простое различие в регионах. Например, если взять постройку бань или продажу срубов для бань, если вы возьмете... Ну, я возьму три региона для примера и расскажу различия между ними. Это, например, Москва и Московская область, Новосибирск, Новосибирская область и Уфа. Вроде бы три области. Чем они могут отличаться? Ну, во-первых, климатом. Если это стройка, то, например, если очень большие холода, то стройка замерзает. Естественно, например, в Москве холода меньше, чем в Новосибирске. И в Новосибирске, когда идут очень большие холода, приостанавливается любая стройка, и, собственно, люди даже не интересуются покупкой срубов. В Москве это происходит круглогодично практически. Но в Уфе, например, когда идет минус 20, минус 30 и так далее, которые тоже там случаются, там люди не останавливаются в поиске себе срубов или постройке бани. При этом, конечно, строить их нельзя, но, тем не менее, они ими интересуются. Также к региону можно приписать еще очень важный момент и параметр. Это средний чек. Потому что, например, в Москве построить баню стоит дороже, потому что в Москву нужно, во-первых, привезти материалы, которых у нас нет, например, из Архангельска или из Сибири или еще откуда-то. А в Новосибирске, например, есть уже, в принципе, под боком материалы, они просто дешевле. С Уфой примерно то же самое. В Уфе нет своих материалов, их привозят отдельно. Ну и, конечно же, сама услуга по постройке бани. Например, в Москве услуга стоит в полтора-два раза дороже, просто потому что специалист стоит в полтора-два раза дороже. В Новосибирске и в Уфе они стоят подешевле. Причем, в Новосибирске подороже, потому что город миллионит, потому что он, собственно, занимает у нас, входит в пятерку самых крупных городов в России. А Уфа чуть менее населена, и там специалисты почему-то стоят еще дешевле. Вот вам самые даже простецкие изменения только от региона. Также могут быть изменения в зависимости от времени старта продаж. Причем это может быть вроде как связано с зимой и летом. Например, есть сезонные ниши. Да и вообще, в любой нише, связанной с услугами, да и иногда с товарами, очень часто прослеживается некая сезонность. Но сейчас я говорю даже не о сезонности, которую вы, в принципе, можете залезть и посмотреть в WordState для своего региона. Я говорю о времени запуска. Например, пришел человек и говорит, вот я запускал свою нишу в 2014 году, а вы собираетесь запускать эту нишу в 2017 году. Даже при всех одинаковых условиях уже могло очень многое измениться. Например, появились новые конкуренты. Уменьшилось, кстати, сейчас в России это тенденция есть. Например, в 2016 году просел рынок стройки. Ну, опять же, не весь, но часть. Просел рынок автомобилей, просел рынок того, другого, третьего. И когда вы смотрите, о, у человека получалось в 2015 году, а вы запускаете в 2016 или 2017 году то, что, например, нелегитимно, то есть сейчас имеет большое количество конкуренции, но при этом уменьшающееся количество спроса, естественно, вы попадете в некий просаг. Давайте пойдем сразу к четвертому пункту. Это отдел продаж. Здесь, наверное, самая тонкая грань. Когда вы приходите в нишу, вы, скорее всего, в ней не разбираетесь. И большая часть людей, которые приходят и спрашивают, как мне подобрать нишу, они говорят, Костя, мы не разбираемся в той или другой нише, что же делать? Естественно, в ней придется разобраться, хотя бы поверхностно, для того, чтобы отвечать на вопросы, чтобы делать тот же самый лендинг или вообще даже написать одно объявление на Авито, нужно все равно иметь хоть какой-то опыт, чтобы показать хоть какие-то преимущества по сравнению со своими конкурентами. Для этого, повторюсь, у вас будет партнер или несколько партнеров, которые, в принципе, смогут вместе с вами создать УТП либо хотя бы рассказать о своей услуге, услуги, но вам придется разбираться в этой услуге. Хотя бы начать поверхностно, не сильно, но придется, потому что вы будете еще и подбирать все равно себе партнеров. Ни одного, ни двух, скорее всего, возможно, пять, шесть, десять. И здесь возникает сразу очень важный момент. А кто же будет продавать? Будете ли продавать вы? Или вы, может быть, сделаете отдел продаж, что очень сомнительно на первом этапе, либо будет продавать ваш партнер. И когда вы спрашиваете у какого-то человека, даже у того же самого, у партнера, который говорит, да я продаю 9 из 10, если мне позвонят. Все очень здесь относительно. Например, если ему постоянно звонят по сарафанке, то есть приходит человек от другого человека, которому он уже сделал хорошо, естественно, там разговор сразу уже закладывается в русле, а давайте вы мне сделаете. А из интернета клиенты идут абсолютно другого качества. И вполне может быть, что конверсии будет не 9 из 10, а 4 из 10, 3 из 10, а может даже меньше, потому что человек, возможно, даже и не готов просто к какому-либо вопросу или к какому... в какой-то группе вопросов, и он не сможет так продавить и продать классно, как вы думаете. Здесь я даже не упоминаю о том, что один человек вам сказал одно, продавать будет совершенно другой человек, и качество продажи может быть совершенно разным. Если все вместе свести, то получается едкая грань между качеством заявок, количеством заявок, периодичностью заявок, временем закрытия заявок и количеством закрытия заявок. То есть, слишком много, но чтобы спрашивать какие-то инсайдерские данные, инсайдерскую информацию у других людей, вам все равно придется ее получить вживую. Итак, друзья, после того, как вы выписали 15-20 ниш, пора бы придумать какие-то цифры к ним, потому что сейчас мы с вами разговаривали практически ни о чем. Без цифр любой бизнес – это не бизнес. Поэтому давайте вводить грамотную математику к подсчету любой из ниш. Итак, самый простой вариант для понимания выбора ниши – это, естественно, всего лишь два показателя, которые приводят к третьему показателю, который вы видите сейчас на экране. Это средняя прибыль с одной единицы товара, умноженная на количество клиентов за какой-то определенный период времени. И мы получаем какой-то доход за какой-то определенный период времени. Теперь давайте чуть усложним ту математику и добавим некоторые переменные новые. Итак, первое, то, что мы должны добавить, это так называемую оборотку. Потому что кроме дохода у нас есть еще некоторые расходы, которые мы должны понести. Естественно, в основном все расходы мы, можно сказать, передаем на нашего партнера, но тем не менее эти расходы, они включаются в оборот, чтобы мы получили некую сумму денег, которая превосходила наши расходы и мы получали какие-то дополнительные доходы. В этом вся суть бизнеса. Чтобы получить этот оборот, точнее его посчитать, нужно взять среднюю стоимость услуги или товара, или набора услуг и товаров, потому что у вас могут быть, опять же, допродажи, которые вы вроде как не учитываете, но желательно учитывать в подсчетах. И надо понимать, что средняя стоимость, естественно, не для вас, а для конечного употребителя, кому вы продаете. И у нас остается то же самое количество клиентов на какой-то определенный промежуток времени. Средняя стоимость услуги товара, естественно, состоит из двух моментов. Это себестоимость услуги товара и средняя прибыль, ту, которую мы с вами считали. Себестоимость, я ее сразу приписал в оборотке к расходам. Естественно, это немножко вульгарно, неправильно, но для начала, в принципе, сойдет, потому что всю себестоимость, которая у нас есть, услуги товара, погашает наш партнер. И с нашей именно стороны, со стороны дилера, в принципе, это расходы. Мы просто отдаем эти деньги нашему партнеру, который делает услугу, делает товар и отдает нам какой-то маленький процент дохода, который мы также должны реинвестировать. Как вы видите, здесь появилась еще такая вещь, как реинвестиция. Далее, еще усложняем. Теперь у нас появляется к нашей оборотке и доходам, реинвестициям, расходам у нас появляются некоторые маленькие нюансы. Ну, во-первых, давайте посмотрим левую колоночку. Это себестоимость услуги товара, она остается. Но здесь я добавил прибыль компании. То есть, есть средняя прибыль с одной единицы товара и, в принципе, мы можем считать их просто на себя. Но это, наверное, тоже неправильно, потому что, когда вы будете разговаривать с партнером, он будет с вами разговаривать о том, что вы будете получать какую-то часть от прибыли либо какую-то часть от общей стоимости. Здесь как раз кроется некий нюанс и вы должны где-то сбалансировать между вашими партнерскими отчислениями и прибылью компании. И в количестве клиентов в среднем нашем столбике появляются тоже некоторые очень интересные незамысловатые поля. Это спрос, то есть, у нас есть, например, сезонность товара и услуги и геотаргетинг, то есть, где же вы будете рекламироваться и предложение, которое в основном связано с конкуренцией на вашем рынке. Естественно, количество клиентов напрямую зависит как от спроса, так и от предложения на рынке, которые есть на данный момент. Также количество клиентов, конечно же, зависит от того, какие вы расходы в рекламу понесете. Поэтому в самой правой колоночке мы видим все те же расходы, доходы или инвестицию. Но вы можете брать расходы на рекламу как с прибыли компании, то есть, партнера вашего, так и ваши собственные доходы, которые вы получаете, вы можете реинвестировать. Здесь тоже есть несколько тонкостей, но мы об этом поговорим уже, когда будем искать себе партнеров. Сейчас наша задача просто понимать, что мы получаем какой-то доход и несем некие расходы. И опять же, та же самая реклама может относиться что туда, что туда. и так же надо понимать, что есть у нас прибыль компании, то есть, вашего партнера, и есть ваши партнерские отчисления, и есть вообще себестоимость услуги и товара. И как вы будете рассчитываться с партнером, в принципе, в этом и кроется вся суть математики. Как только вы поймете, как же, где же вы будете получать прибыль и какая будет прибыль, вы поймете, стоит ли заниматься этой тематикой или нет. И, конечно же, спрос и предложение в количестве клиентов, потому что если количество клиентов, то есть, даже если себестоимость услуги, например, стоит 50 тысяч рублей, а прибыль компании и партнерские отчисления еще 50 тысяч рублей, например, по 25 тысяч каждому, но количество клиентов будет всего один или два, то, естественно, вроде как интересно, но одновременно вы не видите, куда расти. И также еще есть очень важный момент, когда мы смотрим именно на расход, что стоимость одного клиента, может быть те же самые 25 тысяч рублей. Если бы партнер работал один, ему было интересно. Если он работает с вами, а вы еще платите полностью все деньги в рекламу, и вы, по сути, работаете в ноль, то, по сути, уже неинтересно вам. Продолжаем еще усложнять, здесь уже появляются какие-то линии и так далее. И, по сути, появились некоторые моменты, например, связанные с циклом сделки. Да, давайте сначала рассмотрим центральную вот эту вот позицию, где появилось предложение ограничений на ниши, потому что многие люди спрашивают, а что, если я возьму ту или иную нишу, на которой есть некоторые ограничения. Например, медицинская деятельность, еще какая-то. Вроде конкуренции же там меньше, но с другой стороны надо понимать, что вам нужен партнер, у которого есть лицензия. Причем, я вам могу много примеров привести, когда, например, в медицинской деятельности, в детективной деятельности у людей просто нет лицензий, которые они могут показать, причем лично своих, чтобы, например, вы смогли свободно их рекламировать в Яндексе. Также, если вы переходите к другому партнеру, к сожалению, лицензия может быть снята, если вы как-то разругаетесь с партнером. и в общем появляется очень много проблем и стоит ли брать изначально эту нишу, не знаю. Я бы рекомендовал брать что-то попроще там, где нет никаких ограничений. Также здесь у нас появилось в левой колоночке цикл сделки и как вы видите по этой стрелочке ваш доход либо инвестиции ваши напрямую зависит от вашего цикла сделки. А вот количество клиентов напрямую зависит от вашего дохода и тех денег, которые вы будете инвестировать. То есть, если вы получили 5000 рублей с 1000 рублей, то вы, естественно, должны инвестировать 5000 рублей. Если вы получили с 25000 рублей с 5000, желательно хотя бы 20000 туда реинвестировать. То есть, в рекламу получается. Если вы этого не делаете, то есть, не увеличиваете постоянно количество рекламы, то вы в какой-то определенный момент у вас наоборот получится коллапс. То есть, чем меньше вы вкладываете в рекламу, тем меньше оборотки. Ну, здесь, в принципе, все это и было понятно с первого уже нашего слайда. Но, когда появляется цикл сделки, здесь есть несколько период оплат, периодов оплат. Это предоплата, бывает оплата и так далее. Все это очень сложно, потому что есть абсолютно разные ниши. Где-то предоплата бывает 100%, где-то предоплата бывает 50%, где-то платят только постоплата. И здесь очень важный момент, как вы договоритесь со своим партнером, потому что с предоплаты некоторые партнеры говорят, нет, я не могу тебе заплатить с предоплаты, например, какую-то часть денег. И вам придется надавить на партнера и объяснить, что для того, чтобы приходили новые звонки, нужно брать какую-то часть денег и тратить ее в рекламу. Если вы лично тратите деньги, то есть вы как партнер, работая с компанией, назовем ее компанией, чтобы было понимание, если вы тратите деньги, а компания не тратит деньги, то вам нужны деньги в тот момент, когда клиент подписывает договор, либо вносит хоть какие-то деньги, либо просто приходит, иначе вы встанете на долгий срок. При этом, опять же, срок ВПО вот здесь зелененьким, это ваше партнерское отчисление. Видите, здесь оно не полностью закрыто, потому что часть денег может, в принципе, компенсировать компания на рекламу, если она увидит, что это все работает, либо даже может так быть, что она будет платить за рекламу, а вам только нужно будет все это вести, всю эту махину, имею в виду рекламную деятельность и прочее. И здесь очень важный момент, что цикл сделки для каждой ниши, он по сути уникален, он даже зависит от региона, от сезона и от всех этих позиций. Поэтому человек может предоплату внести через договор, например, подписать и внести ее через неделю, а может вообще собственно только через полгода ему понадобится не знаю, построить дом. И здесь тоже появляются очень важные такие моменты, связанные, например, с циклом продажи, который по сути здесь от лендинга уже ничего не зависит или от вашего объявления на вид или еще от рекламы в общем. Здесь задача продавца уже продать свой товар и получить, выводить предоплату или оплату за товар. И если вы этим не занимаетесь напрямую, то естественно все зависит от вашей компании. При этом компании, если она не платит деньги за рекламу, для них это просто обычный человек, который пришел из ниоткуда и ему какое-то отдельное внимание уделять никто не будет. В общем, здесь видите очень-очень много тонкостей, на которые стоит тоже обращать внимание, когда вы будете искать себе нишу. То есть в какой момент вы будете получать деньги, будет ли вы получать предоплату, хотя бы часть предоплаты, чтобы сразу тратить их в рекламу. Если нет, то почему? Почему нельзя договориться с тем или иным вашим партнером или компанией на то, чтобы сразу оплачивали хоть какую-то часть денег? И оплата, какую часть оплаты вы получаете? Потому что тут уже напрямую зависит ваш доход или инвестиции. И самое главное период, когда идет предоплата, когда идет оплата и так далее. Но вообще, если полностью раскрыть цикл сделки, то опять же на примере срубов, раз уж мы эту тему сегодня уже затрагивали, то любую воронку можно расписать следующим образом. Это воронка продаж, но она идет именно с акцентом на цикл сделки. Здесь нету математики, здесь просто есть некоторые кольца, срезы, на которых люди уходят. Все так же, как и уходит в нашем случае, но здесь есть также некоторые элементы, которые показывают именно период времени, когда же человек будет платить то или иное, а это очень важно. Итак, например, человек увидел рекламу, он мог ее увидеть, например, в ноябре, и если вы сделаете грамотно рекламу, человек может увидеть ее не один раз, а, например, 5-6-7 раз, и на седьмой раз через месяц, через 21 день, например, он увидел, он заинтересовался и перешел к вам на сайт. Он попал к вам на сайт, полазал по сайту, ушел с сайта. Дальше вы, опять же, пытаетесь его каким-то способом гонять в рекламе, например, тем же самым ретаргетингом, ремаркетингом, о которых мы еще позже поговорим, если нет, то вы можете просто загуглить и посмотреть, что это такое. И, например, человек еще через неделю все-таки как-то коснулся с вами, то есть, есть касание с клиентом, человек оставил заявку, например, на консультацию. И здесь может пройти какой-то тоже промежуток времени, например, человек пообщался, сказал, ну, мне интересно, но пока я, в общем, не могу. Например, холода, не знаю, если это срубы, например, уже декабрь идет вовсю, уже холода и выезд просто бесполезен. То есть, есть, возможно, бесплатный расчет, возможно, нужен все равно выезд на место, он также может выбирать проект дома, бани и тому подобное. В общем, доходит до предоплаты. Тут тоже есть очень много нюансов, например, если продавец более-менее гранатный, он может сказать, давайте вы сейчас оставите предоплату, чтобы мы закупили хотя бы часть материалов и вы получите сразу же скидку на строительство, например, в районе 5% от общей стоимости бани. Если человек это интересует, он до определенного дедлайна оставляет предоплату. Если нет, то он оставит все деньги до марта. Вот и все. Естественно, в синие кольца еще входит некий момент, связанный с поиском других исполнителей. То есть, кроме вас еще есть и другие исполнители, которые делают примерно то же самое. Если человек оставил предоплату, до исполнения обязательств может пройти огромное количество времени, особенно в стройке. Например, чтобы потеплело, чтобы хоть как-то начали строиться, нужно пройти 3-4 месяца. Вы в этот момент вроде как ничего не получили, если не договорились с своим партнером о том, что он часть предоплаты вам платит. То есть, вы получается сидите и тратите деньги в никуда, либо закрываете эту тему. Дальше у нас идут исполнение обязательств. Оно может тоже идти абсолютно разное в разное время, но если тут идет просто сруб и строительство, сруба, сборка его, то это допустим все дни, и слава богу. И далее идет просто окончательная оплата за работу. То есть, вы можете получить какие-то свои дивиденды только там через 4-5 месяцев. Готовливый столько ждать. Это для примера. И сразу же, например, та же самая ниша срубов для зимы и для старта в общем уже не подходит, потому что слишком долго. А вот уже на весенние месяцы, сейчас я как раз снимаю видео, по сути, это марта 17-го года, вы можете подумать, о, может быть стоит сейчас запуститься, чтобы через месяц уже получать какие-то дивиденды. Дальше, есть еще очень важный момент, связанный с допродажами. И когда вы будете договариваться с своими партнерами, а вы все равно будете с ними договариваться, вы должны поговорить о том, что вы получите хотя бы какой-то процент с допродаж, либо получать больше процент за срубы, потому что они еще, например, делают внутреннюю отделку. они могут, ну, естественно, можно просто поставить сруб, можно поставить сруб под крышу, это поставить с крышей, по сути, баню без внутренней отделки, и сделать внутреннюю отделку, которая может стоить как еще один сруб, а может и больше вполне. И на этом они могут нехило заработать еще денег. И здесь нужно с ними обговаривать все эти моменты. И последний элемент, который, скорее всего, вас уже не коснется, но тем не менее он есть, это так называемое сарафанное радио. То есть порекомендуем, порекомендуем своим соседям построить баню у нас, получи еще какую-нибудь плюшку, опять же, ту же внутреннюю отделку с какой-то огромной скидкой. И здесь шанс того, что вы получите именно деньги сарафанового радио, они катастрофически меньше, меньше, меньше. В общем, видите, с каждым кольцом уменьшается не только шанс того, что человек купит, но еще уменьшается шанс тех денег, которые вы получаете и срок увеличивается тех денег, которые вы получите. Но это, понимаете, здесь проблема даже не в том, что вы не компания, которая производит бани. У бани самой по себе просто срок такой большой постройки и люди все абсолютно разные и с этим сталкивается даже по сути сама компания, которая строит бани. Также, как вы видите, здесь есть так называемые скрытые до продажи, которые навряд ли вы именно увидите. Люди-то это могут увидеть, а вы может и не увидите. Например, установка септика, внутренняя разводка электрики, электромонтаж, постройка дома, постройка забора, ландшафтный дизайн, асфальтирование. Если компания более-менее грамотная, то по сути, кроме постройки бани, она может что-то еще предложить. Если компания не грамотная, а грамотная вы, вы можете предложить этим людям дополнительно еще что-то. Кстати, этим и интересна тема стройки. Когда вы заходите в стройку, люди обычно, это знаете, это как очень-очень такой сложный долгий наркотик, потому что как только вы начинаете ремонтировать даже квартиру, по сути, если вы не сразу платите огромные деньги, а по частям, то это растягивается на очень длительный срок, и платить обычно больше, как будто кредит. А когда идет постройка дома, или вообще облагораживание каким-либо образом участка, это может уйти вообще просто годами, вы может быть даже станете просто знакомыми, друзьями и прочее. Итак, теперь давайте попробуем все это собрать воедино. Первое, какие вопросы вы должны себе задавать, сколько же денег вы, именно вы, красным отмечено вы, получится одного клиента. Если вы получаете 5 тысяч рублей с клиентой, вы думаете о как хорошо, не забывайте о том, что вы можете тратить деньги на рекламу. И тот же самый клиент может выходить спокойно 4 тысячи рублей. И кроме вот этих позиций есть еще некоторые моменты. второй, когда и какими частями вы получите эти деньги, потому что вы можете потратить 4 тысячи рублей, а 5 тысячи рублей вы получите только через неделю или через две. При этом вам же надо прогонять рекламу постоянно, это значит, что вам надо тратить не 4 тысячи рублей, а вам надо уже потратить будет там 16, 20, 50 тысяч рублей для того, чтобы получать, начать получать первые деньги. А вдруг вы поймете, что, например, явно что-то не так с вашим партнером и прочее. Здесь лучше себя обезопасить и не включить рекламу до первого клиента, хотя это тоже вариант. Скорее надо работать с несколькими клиентами и договариваться о том, что вы какими-то частями уже будете получать на этапе оплаты. Здесь все зависит опять же очень сильно от вашей ниши. Оплата может быть первая, вторая, третья. Сколько клиентов вы можете привести максимально в своем регионе? Это тоже очень сложный вопрос, потому что многие люди приходят ко мне, когда хотят настроить контекстную рекламу или запустить какой-то бизнес и мы сразу видим, что в регионе все уже потолок. То есть, да, можно сделать получше рекламу, но весь регион твой уже занят. Что ты, блядь, придумываешь? То же самое. Вы должны посмотреть на свой регион и понять, а сколько всего можно построить домов, бань в вашем регионе? Сколько раз тоже сталкивались с ребятами на наставничестве, что человек приходит в его регионе, в Хабаровске, например, можно построить, не знаю, тех же там свайный фундамент, можно построить только, не знаю, можно строить только 15 людям в неделю и все. При этом та прибыль, которую он получает, она не такая большая. То есть, рано или поздно ты упираешься в потолок в 100-150 тысяч рублей заработка и все. Просто потому, что это Хабаровск. Дальше. Сколько одновременно клиентов вы или ваш партнер может обрабатывать в день, неделю, месяц максимально на данном этапе. То есть, может так получиться, что вы приведете не одного клиента, а получите там 10, 15, 20 заявок. Кто их будет обрабатывать? Очень часто партнеры относятся абсолютно безалаберно к тем заявкам, которые вы приводите. Опять же, я уже говорил о том, что качество заявок может быть из интернета намного ниже, нежели чем то, которое они получали до этого. И они просто взбрыкнут, потому что они этого не понимают, почему люди вдруг не закрываются. И здесь кроется тоже очень момент важный, когда человек говорит, я могу закрывать хоть там 100 заявок. Можете это делить где-то на 3, и это будет правдиво, потому что у него и так есть свои заявки, у него есть еще свои дела, у него там есть какое-нибудь производство или что-то еще, у него свои сотрудники и какие-то свои проблемы. Поэтому делить сразу все обещанное число как минимум на 3. Ну, а теперь самое главное и, наверное, самое сложное, но я не могу этого не показать. Есть такая вещь, так называемая декомпозиция. И декомпозицию нужно провести по всем своим нишам, которые вы нашли. Ну, допустим, у вас там их получилось 10, 15, 20. Есть несколько важных граф. Естественно, ниши, вы заполняете свою нишу, например, электрификация под ключ дач, печать на кружках, электромонтаж, бытовки, лендинг-пейдж, контекстная реклама. Ну, это я для примера вводил когда-то давно. Заодно посмотрите. Регион, СПБ, Новосиб, СПБ, СПБ, Россия, Россия и так далее. То есть там, где вы собираетесь продавать. Не там, где вы живете, повторюсь, а где вы собираетесь продавать. Например, Башкортостан, ну, та же самая Уфа, там еще что-то. Итак, у нас есть некоторые поля. Первое, это ваша цель. Например, вы хотите заработать миллион рублей. Хорошая, достойная цель. И в конце мы должны получить, во-первых, сколько денег нам надо потратить для того, чтобы заработать тот самый миллион, потому что многие люди хотят заработать миллион, ничего не делав и ничего не потратив. Так не получится. и так же, сколько времени нужно для того, чтобы заработать миллион. И самое главное, достойна ли ниша для того, чтобы заработать миллион, можно ли в ней в плюс хотя бы работать. Мы уже говорили, да, о том, сколько денег надо потратить. И второе, достаточно ли большой регион для того, чтобы заработать миллион или нет. Кстати, миллион как раз здесь идет как золотая цифра, потому что если вы не видите конкурентов, которые зарабатывают миллион в вашей нише, в вашем регионе, скорее всего, это тревожный звоночек. Итак, первое, это цель. Мы вписываем цель. Естественно, эту табличку я отдам. Ссылочку найдете в описании. Второе, это наличие партнера. Если вы один, то, естественно, вам надо заработать один. Очень часто бывает так, что приходит человек, спрашиваешь у него, слушай, а у тебя вообще есть партнер? Ты же один работаешь или с кем-то? Говорит, да, да, у меня есть партнер. Я говорю, а сколько партнер получает? Говорит, ну еще столько же. Это значит, чтобы заработать миллион, нужно заработать уже два миллиона. Просто надо заработать и ему, и вам по миллиону. Два миллиона. Больше партнеров, как вы понимаете, еще больше геморроя. И здесь, здесь возникает вопрос на тему, что делает-то сам партнер еще? Это тема отдельного разговора, но вам надо заработать ровно в два раза больше, чем, например, другому человеку, который работает один. Дальше. Есть такая вещь, как маржинальность. Маржинальность услуги, товара и прочее. То есть, вы можете получать 15% от электрификации, например, вы можете получать 50% от электрификации и тому подобное. Давайте попробуем поиграться с цифрами. Например, поменяем маржинальность с электрификацией под ключ дачи не с 15%, а, например, 30%, что более реально. и мы видим, что оборотка, ту, которую мы должны посчитать, по сути, это уже 3 миллиона рублей, потому что вы получаете 30% прибыли на 3 миллиона 300 тысяч рублей, вместо 6 миллионов 600 тысяч рублей, которые были до этого. И из-за этого математика уже сильно меняется. Маржинальность можно считать, конечно, не только в процентах, можно и считать в рублях, что будет даже более грамотно. Но мы считаем относительно. Там ниже вы увидите еще средний чек продажи, количество продаж, вы можете все упростить и просто вписывать сколько денег вы получаете, например, с той или другой единиц товара. Но вы должны понимать, что если процент заработка крайне мал, например, там 15%, 10% и так далее, еще меньше, то оборотки нужно сделать крайне много. А сделать большую оборотку, не имея большое количество вливаний в рекламу, иногда очень сложно. То есть, когда вы здесь получаете огромную оборотку, например, чтобы заработать вам миллион, нужно заработать 100 миллионов, здесь стоит уже 10 раз подумать. Если вам нужно заработать миллион, а вы получаете 16 миллионов оборотки, ну это еще куда не шло. Но 100 миллионов это иногда крайне проблематично. Ну что ж, все равно, тем не менее, идем дальше. Дальше у нас есть средний чек с одной продажи. Он считается допустим в рублях и до продажи. Средний чек в электрификации под ключ например, 70 тысяч рублей. Это те деньги, которые платит клиент. И вы получаете 30 процентов с 70 тысяч рублей. То есть, если мы возьмем сейчас калькуляторы, 70 тысяч умножим на 0,0, на 0,3, чуть не посчитал, 3 процента, 30 процентов. 21 тысячу вы получаете. было 15 процентов, потому что, например, часть получает ваш партнер, который зарабатывает на самой услуге, да, и 15 процентов половина получаете вы, как человек, который предоставляет того или иного клиента. При этом, средний чек никак не меняется. То есть, остается 70 тысяч рублей. А оборотка выросла уже в два раза, просто потому что вы получаете не 30 процентов, а 15 процентов. Итак, дальше. Дальше по обычной формуле мы можем вычислить количество продаж. Какое количество продаж в этот период времени за миллион? Миллион может быть, кстати, как за год, так и за месяц, за день, тут в зависимости от. Вы должны почитать количество продаж. Количество продаж легко прикинуть, потому что вам нужно разделить оборотку на средний чек продажи, и вы получите среднее количество продаж. Вот 95-96 продаж нужно делать в этот промежуток времени для того, чтобы заработать миллион. Есть еще такая вещь, как предоплата. То есть, тут такая погрешность, она далеко не во всех нишах, если вы посмотрите, где-то пропущено, где-то просто совпадают полностью цифры. Например, вот здесь. Это те люди, которые, например, оставляют предоплаты, но в итоге уходят. Напомню, предоплаты вообще не возвращаются. Если вы не знаете юридической стороны дела, вы можете не возвращать предоплату, когда вам их заплатили. Если, конечно, вы вообще что-то хоть сделали и начали работать. В итоге, есть люди, естественно, которые заплатили предоплату, но при этом они не заказали полностью услугу. Мы считаем какую-то некую погрешность. Естественно, это все для того, чтобы мы, скорее всего, перестраховали. 2 процента, 2 из 100 человек вдруг уходят, оставляя предоплаты. Да, это вкусно, они оставляют деньги, можно ничего не делать, но, по сути, так как они уходят, значит, надо на двух, больше клиентов нам в месяц. Ну, допустим, или в этот промежуток времени. 97. Если вы не понимаете, что это такое, не берите этот показатель, скорее всего, он вам просто не нужен. Дальше, есть, естественно, в обратную сторону нашей воронки мы движемся, и есть следующий этап, это выезд и бесплатный расчет. Да, здесь нужно понимать, что бесплатные расчеты, они к чему не обязывают, и выезды могут быть каким-то абсолютно разным шансом. Например, может быть, как в нашем случае, быть 8 из 10, а может быть 2 из 10. Ну, обычно, когда есть выезды, шанс того, что человек закроется крайне высок, поэтому многие уже компании перешли на то, что бесплатно мы приезжаем, смотрим, меряем, потому что на месте закрыть клиенты намного проще, все это знают. И таких выездов нужно 121. Дальше, есть, естественно, какое-то количество заявок, человек позвонил, спросил, положил трубку, позвонил, спросил, положил трубку. Третий позвонил, ну, вроде как нормально. И здесь, конечно, шанс, и вообще подугадать вот этот вот шанс заявки крайне сложно, потому что вы можете спрашивать это у конкурента, у кого-то еще, но шанс того, что человек из заявки перейдет в бесплатный выезд или в бесплатный расчет, подгадать будет катастрофически сложно. Можно спросить у своего партнера, вы можете взять и спросить у него и взять данные его. Я взял 6 процентов, получается, 202 заявки нам надо получить с, не знаю, с объявления авито, с лендинг пейджи, на который запущена реклама, еще откуда-то. В общем, нужно взять 202 заявки, чтобы получить миллион. Кстати, вот это еще очень даже хорошая математика для одного миллиона рублей. Вы можете брать не миллион рублей, вы можете брать 300 тысяч рублей, разумеется. Дальше. У нас есть уровень лендинг пейджа и есть такая вещь, как количество переходов на сайт. Здесь все зависит от, как вы будете рекламироваться, об этом мы еще отдельно поговорим. Мы просто будем сейчас считать тот же самый лендинг пейдж, сайт, упрощенную схему, без авито и так далее, потому что все то, что мы сейчас считаем, это по сути прикидки. Прикидки, чтобы мы получили хоть какое-то понимание, получим ли мы прибыль, ли мы сядем в какой-то просаг. Количество переходов на сайт нужно сделать 4047, потому что у нас будет 5% лендинг пейджа, это нормальная конверсия. Не считайте сразу, что 20-30% это нормальная конверсия. Это не правда, потому что обычно такие люди, которые приходят, это люди, которые совсем отморожены. то есть здесь тогда, если здесь будет конверсия не 5%, да, 005, а, например, будет конверсия 10, 15, 20%, это значит, что здесь количество заявок надо все равно получить больше, потому что количество заявок, которые будут переходить в бесплатные расчеты, будут крайне мало. вот и все. Поэтому будем взвешенно считать, что нормальное количество, это каждый пятый из ста, которые перешли к вам на сайт, оставили заявку. Есть так называемый CTR, это конверсия уже еще дальше, от уже вашего сайта к рекламе, то есть сколько раз надо показаться бы в рекламе, чтобы перешло 4 тысячи человек, это 40 тысяч человек. И здесь возникает некий момент, сложность, и с которой, кстати, столкнулся человек, который занимается электрификацией под ключ, именно, если брать по 70 тысяч рублей, именно дач. то, что в WordState по всем запросам в SPB всего лишь, ну, на тот момент, когда мы смотрели, 30 тысяч 357 показов. Это значит, что миллион мы сделать, если и сможем, то очень-очень тяжелыми и сложными способами. Да, можно, конечно же, добавлять Google AdWords, мучить еще что-то, но надо понимать, что есть потолок, и этот потолок как раз виден где-то около миллиона, то есть дальше уже мы увидим какие-то большие цифры, мы суммы не увидим, то есть нужно будет добавлять что-то другую, новую нишу, смежную, либо брать другой регион, в общем, что-то делать. Ну, тем не менее, миллион рублей это не так плохо. Давайте прикинем, сколько еще денег нужно потратить. Есть средняя цена клика, которую можно спрогнозировать, для этого далеко можно не ходить, если для Яндекс Директа в просчет бюджета и посмотреть хотя бы там суммы, да, это не совсем правильные показатели, да, они не совсем правдивые, но в прогнозе бюджета вы можете увидеть хотя бы среднюю стоимость клика. Нас не интересуют суммы, мы и так можем их посмотреть, прикинуть, мы этим и занимаемся. Наша задача цена клика, ее высчитать. Да, она там тоже не совсем справедливая, не всегда правдивая, но более-менее хотя бы какие-то прикидки можно получить. Если вы умеете пользоваться, создавать рекламные кампании в контекстной рекламе, вы можете, естественно, просто создать рекламную кампанию и все посчитать через Директ Коммандер, там тоже есть итоговые, можно выгрузить просто данные и посмотреть сколько реально будет вам стоить клик. Ну а если вы не умеете, то пользуйтесь, например, прогнозом бюджета, просчетом бюджета и просто взять оттуда 30, например, рублей для этой тематики. Если вы ее не понимаете и не понимаете, как считать эту цифру, опять же, выбрасывайте. Любые поля, которые вы считаете, что они не нужны, вы пытаетесь их выкинуть. Если вы не знаете, как посчитать, вы можете спросить, опять же, в комментариях, ниже просто, как это делается. Ну, естественно, надо, скорее всего, оставлю просто ссылочку, как считать среднюю цену клика для прогнозируемого, для прогнозируемой ниши в прогнозируемом регионе. Дальше. Надо посчитать, сколько же денег всего нужно потратить. Ну, для того, чтобы привлечь те самые 4000 переходов на сайт с одного Яндекс Директа, надо умножить на 30 рублей 4000 переходов. Давайте-ка посчитаем 30 на 4000. Должно получить как раз 120 тысяч рублей. Вот они и есть. 121428 рублей. Это те деньги, которые мы должны потратить на рекламу, чтобы заработать миллион рублей. И это очень хороший показатель. Если вы знаете такие показатели, как ROI, ROMI и прочее, вы можете увидеть, что здесь вы практически в 9 раз больше получаете тех денег, которые вы тратите. Это очень даже солидно. для того, чтобы посчитать максимальную цену клиента, вам нужно сделать следующее. Вы можете взять средний чек продажи, это 70 тысяч рублей, умножить на маржинальность товара и разделить на 3. Либо сделать еще интереснее. Вы можете посчитать максимальную цену клиента, я вот здесь вот посчитаю ее, как количество денег, которые вы тратите в рекламу и делите на количество продаж. Вот. Цена клиента с Яндекс.Директа у нас получается 1275 рублей, а максимальная цена клиента, которую вы можете себе позволить потратить, это спокойно может быть 3,5 тысячи рублей. То есть, цена клиента с Яндекс.Директа, которую вы посчитали по средней цене клика, это 30 рублей, намного ниже, нежели чем максимальную цену клиента, которую вы можете себе позволить. Об этом надо поговорить в отдельном ролике, но это очень хороший знак. Это значит, что вы тратите, будете тратить денег на одного клиента заведомо меньше, при всей математике, разумеется такой, нежели чем вы можете себе позволить. это замечательно. Ну и дальше идет такая интересная математика. Она далеко не для всех. Я понимаю, что с каждым, абсолютно с каждым движением становится все более непонятным, но для человека, который хоть раз или два раз запускал бизнес, более-менее на потоке, он понимает все эти значения. Поверьте, изначально, если вы их не понимаете, вы можете что-то брать интуитивно, ничего страшного с этого не случится. Скажем так, цена потери будет минимизирована в любом случае. И вот эта математика будет важна в каких случаях? Например, время от подписания договора до оплаты полной суммы семь дней. Это значит, что человек приходит, даст, вы за него заплатили какие-то деньги, например, тысяча двести семьдесят пять рублей или три с половиной тысячи рублей, будем брать три с половиной тысячи рублей. Всего проходит семь дней до момента, когда человек платит деньги. Если у нас проходит больше одного месяца, то есть у нас идет затягивание наших услуг более чем на один месяц, например, если вы занимаетесь электромонтажом с проектом, у вас уходит аж там три месяца или еще больше на получение денег конечных, то здесь появляется некая проблема связанная с тем, что вам надо потратить денег на рекламу до поступления первых денег больше, нежели чем в том случае, если время до получения денег семь дней. Но это разумеющееся. То есть, получается, нам надо потратить. Тут математика довольно простая, может быть сложно объясняю, но тем не менее довольно просто. Вам нужно посчитать, по сути, сколько семь дней относительно тридцати дней. Какое количество получается в дроби. То есть, у нас получается семь дней это ноль двадцать три от тридцати дней. То есть, по сути, это неделя, четверть, либо ноль двадцать три от тридцати дней, если в днях считать. И это значит, что вам понадобится потратить и 121 тысячи рублей, которые вы тратите, например, в месяц, вам надо потратить 28 тысяч рублей за неделю. Ну, по сути, вы можете просто 121 тысячу разделить на 4, если уж совсем упростить. И вы получите ту самую сумму 28 тысяч. Это значит, что вы должны потратить 28 тысяч рублей до первой окупаемости. Вот эта сумма, это те деньги, которые вы должны как-то заложить и положить себе в голову, которые вы должны потратить на различные тесты, для того, чтобы вы начали получать деньги, хотя бы на каком-то потоке. То есть у вас уже на потоке деньги будут постоянно приходить. Естественно, если вы потратите 28 тысяч рублей, и мы возьмем тот же самый ROI, а мы можем посчитать спокойно ROI, вот он будет ROI, ROI, я его совсем упрощу, для того, чтобы было понимание. Мы просто возьмем те деньги, которые мы хотим заработать, это миллион рублей, отнимем количество денег, которые мы потратили на рекламу, и разделим на те деньги, которые мы потратили на рекламу. Главное здесь правильно проставить скобочки. В итоге у нас получается, что наши инвестиции окупаются аж в 7,23 раза. И теперь мы можем просто взять те самые 28 тысяч рублей, которые мы, по сути, можем вложить, да, и до, вот за первый промежуток времени, да, за первый транш в рекламу. Да, мы, конечно же, потеряем часть денег, потому что что-то мы сделаем неправильно и так далее, но тем не менее, мы можем взять 28 тысяч рублей, умножить на 7 и получить 205 тысяч. Но здесь опять же есть некоторые но, потому что у вас могут быть партнеры, у вас могут быть еще какие-то расходы, плюс какие-то деньги все равно потратите в рекламу и так далее. То есть, это грязная какая-то прибыль, но тем не менее, это вас должно, вот эта математика, она должна вас стимулировать к тому, чтобы вы начали заниматься той или иной нишей. Если в математике что-то не так, если у вас появляются в этой математике какие-то огромные цифры, давайте попробуем полистать, посмотрим. Где-то нужно, например, заработать, ну, 3 миллиона рублей бетонные блоки нормально, коттеджи 30 миллионов, ну, еще более-менее что-то реальное. Да и то, нужно потратить уже на рекламу, например, если в математике у вас закрадывается, что на рекламу надо потратить какие-то баснословные деньги для того, чтобы заработать тот же самый миллион, здесь стоит 10 раз задуматься, опять же, может быть, вы ошиблись что-то в математике, надо 10 раз бы переспросить. А может быть, нужно сделать какую-то огромную оборотку, опять же, те же самые 30 миллионов. Это, кстати, было сделано, например, для примера трех партнеров, то есть, в итоге, если у вас будет один партнер, то, если у вас будет один партнер, то вам уже надо делать не обороткой 30 миллионов рублей, ну и так далее. То есть, нужно понимать, что все параметры здесь влияют на то, как скоро вы заработаете деньги или начнете выходить на прибыль. Да, здесь некоторые параметры, специально в эту таблицу ставлю, не совсем корректные, чтобы вы как раз видели и могли поставить под сомнение не только свое что-то, но и даже мои моменты, потому что верить абсолютно каждому слову каждого человека, разумеется, это неправильно. Да, вы смотрите уроки, да, я запускал не раз бизнес, но тем не менее, если я говорю, например, что вот этот бизнес интересный и хороший, все равно нужно 10 раз это проверить. Надо сначала вложить какую-то маленькую сумму, потестировать, пытаться потратить минимум денег на тесты, найти себе хорошего партнера и начать получать результат. Если вы его не получаете, если что-то не так, значит, это не значит, что бизнес плохой, это значит, просто нужно пробовать какую-то либо другую нишу, либо пробовать эту же нишу только под другим углом. Ну что ж, а теперь, можно сказать, домашнее задание, а вам необходимо сделать следующее. Вам надо вписать в такую же таблицу, которую я, естественно, оставлю для примера, напомню, ссылочка будет в описании, вписать все свои ниши, вписать свои регионы. Можете вписать, кстати, несколько регионов, потестировать на нескольких. И попробовать собрать математику для той или иной ниши, чтобы вы понимали, да, эта ниша действительно будет приносить результат. Да, она, может быть, не будет приносить, например, по 205 тысяч в неделю. Может быть, она будет приносить 50-20 тысяч в неделю. Но это может на начальный этап быть отличным, скажем так, стартовой платформой, на чем можно заработать первые деньги, а потом уже либо переходить в другую нишу, либо просто развивать эту нишу. В общем, в итоге вам нужно найти и отобрать из этих 15-20 ниш какие-то 5 ниш, которые будут показывать самые лучшие вкусные результаты по тому или иному региону и будут показывать интересные результаты на кратчайших по времени сроках. Если это 90 дней, 180 дней, еще что-то, желательно это выкинуть. Какие-то, если данные вы не знаете, что же делать? Ну, во-первых, опять же, вы можете их задавать спокойно в комментариях под YouTube видео. Второе. Вы можете сделать хитрее, можете позвонить своим конкурентам. Если какие-то параметры все равно остаются для вас неизвестными, например, конверсия, сайты и так далее, ставьте их, скажем так, средними для всех. Поиграйтесь с одним процентом-пятью процентами. Когда вы поймете, что в этих, скажем так, в этой подвижке, например, если CTR мы оставляем не изменяемым, а вот, например, конверсию меняем на один процент, и нам надо потратить уже в рекламу до первой окупаемости 141 тысячу рублей, это еще ладно, вот, надо потратить 607 тысяч рублей, но при этом все равно миллион рублей остается вкусным и достигаемым, это очень хорошо. Это показатель того, что даже если вы сделаете все очень-очень плохо, у вас все равно будет все очень-очень хорошо. Если вы сделаете 5%, у вас вообще получаются вот такие вкусные цифры, все замечательно, это значит ниша ваша. Да, еще появится очень много, куча подводных камней, с которыми придется разбираться, но с ними мы разберемся в следующих видеоуроках. В общем, ребята, пробуйте эту таблицу, тестируйте ее, если у вас есть вопросы, вы можете их всегда задать, и увидимся в следующем уроке. Пока-пока. Не забудь поставить лайк.